Я всегда вернусь. На данном канале доминирует два типажа роликов. Есть ролики, где я делюсь с вами играми, в которые вы, скорее всего, не играли и даже не слышали о них. Можно сказать, что они в какой-то мере познавательные. Я по профессии преподаватель, кстати. Шутки-прописки будут на экзамене. И есть полная противоположность данному жанру. Ролики, где я уже сам изучаю игры, в которые большинство из вас играли. А я же как мартышка тыкаюсь туда-сюда, туплю, шуткую и пытаюсь что-то из всего этого слепить вам на потеху. Это было с Готикой, Сталкерами и некоторыми другими играми. Данный ролик будет на аналогичную тему. Очки мне не нужны, кстати. А потому... СУПЕРКОРОВА! Привет, мои дорогие няшечки-милашечки. С вами я, тютюк-ля-кля совсем. И сегодня мы с вами возьмём, да завернёмся в лаваш ламповости и ностальгии благодаря игре СУПЕРКОРОВА. Вот так сразу и без лишних вордов. СУПЕРКОРОВА разработана студией Новософт и выпущена Алавар в 2007 году. И эта игра по праву может зваться легендарной игрой. Ибо многие Петровичи и Петровичи с Боди Тайп 2 гамали в этой годе с большущим удовольствием. И да, я реально удивлён тому, насколько много людей играли в данный странный с виду сратенький платформер. Я с юности любил играть. Но даже тут всегда считал подобные игры не особо интересными и слишком детскими. Знаете, типажом игр, которые устанавливают на компьютер всяким бухгалтершам, секретарям и детям с ноутбуками на встройке. Кстати, срочное включение, у меня для тебя секретная новость. ИМБА Энерджи временно открыли доступ к секретарям распродаж со скидками до 70%. Ты смотри интеграцию до конца, чтобы узнать, как получить доступ. 27 ноября на сайте ИМБЫ официально стартует чёрная пятница со скидками до 40%. Но специально для моих подписчиков я выбил у ребят доступ к закрытой распродаже со скидками до 70%. Отмечу, что распродаж закрыты. Это значит, что количество товара ограничено, и не каждый успеет закупиться по самым топовым скидкам. Поэтому поторопись и будь первым. Если кто не знает, ИМБА Энерджи – это первый в РФ и СНГ быстрорастворимый энергетик для геймеров и любителей аниме. Стоит отметить, что состав энергетиков постоянно улучшается, в них ходят только качественные ароматизаторы из Германии. Это значит, что вкус каждого энергетиков стал ещё приятнее и насыщеннее. В каждой баночке находится целых 18 порций напитка, а это 6,3 литра энергетического нектара. Хватит надолго. Лично я рекомендую попробовать персик-монгустин и ахигао. Персик-монгустин – приятное сочетание сладостей, и кислинки подарят лютый заряд бодрости, ахигао так и вовсе представляет себя насыщенное сочетание малины, ананаса и грейпфрута с приятной кислинкой. Но не стоит забывать и о других вкусах, ведь каждый из них прекрасен в своём сочетании. А теперь о том, как получить доступ к закрытой распродаже. Переходи по ссылке в описании, вводи свой имейл и нажимай на кнопку «Подтвердить». 27 ноября ожидай письмо с доступом. Переходи по ссылке в письме и закупайся имбой по топовым скидкам. Не пропусти письмо ссылка на доступ и не упусти возможность закупиться по самой большой скидке. Переходи по ссылке в описании, получай секретный доступ и заряжайся энергией вместе с имбой. Игра запускается, я по старинке даю нашему профилю имя. Менюшка, кстати, весьма ламповая и даже отдаёт немного атмосферы олдовых, кривых, 3D и горе с PlayStation 1. Хотя игра вышла на ПК и на тот же Xbox 360. А ещё корова играет на банджо. Ставь лайк, если каждое утро любишь играть на своём волосатом банджо под всякие мультики. Нам показывают какие-то высокобюджетные слайды, как какой-то поехавший дед дури Арти. Сбегает из тюрячки и захватывает ферму со зверятами. Зверята же не находят у него пути, а потому идут сучить куму на суперкорове, которая моментально вылетает на разборке. И это вся завязка игры. Прогресс игры мы можем наблюдать на данной карте, а справа же мы видим так называемые мысли мукера, полные мудрости. Да иди суетись дальше, это твоё распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущения и твоей природы. Геймплей. И тут прошу любить и жаловать. Дан-да-дан-да-дан-дан-дан-дан-дан. Вот так выглядит игра. Вот наша героиня, она может бегать, прыгать и... Всё. Так, давайте по порядку. Начнём с того, что игра выглядит достаточно красочно. Сочные цвета, приятные глазу задники. Да и в принципе видно, что сделано всё с душой. Плюс приятное ухозвучание. Музыка делает трунь-трунь, монетки делают дзынь-дзынь. То есть в итоге мы получаем нечто достаточно ламповое. На данном уровне всё, что мы делаем, бегаем, собираем и леваем. Да, все уровни заканчиваются порталом, который ведёт нас к экрану с прогрессом по уровню. Если вы любите закрывать уровни на 100%, то тут вам будет где разыграться. А если же нет, то и хрен с ним. Ибо игра не наказывает за желание просто на расслабоне пробежать уровень до конца. Играй как хочешь. Хотя почему-то мне кажется, что тут ситуация такая же, как с играми фромов. А потому в комментах я ожидаю примерно нечто такое. О, если ты не закрыл суперкорову на 100%, то ты не настоящий геймер. Если ты проходишь даркслосы с фантомами, то ты малазийский членонюх. Эх, сейчас бы член понюхать. Запускаю следующий уровень, и тут мы уже видим врага. Улитка? Это вообще что? Почему она такой дурачок с виду? Типа ползёт и такая... Противников побеждаем сугубо прыжками на бошку. Да, это вам не дьявол может плакать, а потому никаких канцелингов и жонглирований противниками. Подождите, это типа весь геймплей? Бегай по уровню, лутай монетки, прыгай на противников и добегай до портала, что? Так, а сколько это уровня будет длиться? Ох, ё-моё. Слышь. А-а-а. Хе-хе, мусорки. Если прыгать по мусору, то он сразу же будет превращаться в цветочки Вот бы так в реальной жизни Прыгнул на голову полицаю, а он в герань превратился Это я, если что, без негатива, товарищ майор В игре имеются контрольные точки Дружелюбные грибы дежаву Если мы умрём, а в игре это вполне возможно То начнём с последнего рафлогриба Каждое необычное событие, как та же встреча с улиткой Корова сопровождает мыслью в дневнике И всё бы ничего, но иногда эти мысли очень долго пишутся А про так и вовсе становятся, пока мы мышкой не покликаем Ну давай, ну что ты хочешь сказать Вам может показаться, что игра мне не нравится Или же я пытаюсь засирать её Нет, а точнее, не совсем Тут вот какой парадокс есть С виду игра выглядит типичной казуальной поделкой Но она затягивает Я бегаю, лутаю секретики и втягиваюсь Как рабочий на скотобойне во время несчастного случая смесо Чего заткни? Проходим несколько уровней и встречаем овечку Суперкорова, наконец ты прилетела Что у вас здесь происходит? Дорогая, это кошмар Представляешь, похудела на 10 килограмм Скоро сойду с ума от этих стрессов Это настоящие диалоги Тарантино Но самое смешное, что корову озвучила Даша Юргенс Как же ему удалось захватить ферму? Мальчик, суперкефир нам налей Ле За слов овечки, Дуриарти обманул всех животных на ферме Он принёс им кучу сахара со слабительным внутри Я сейчас не шуткую, это реально лор игры Можешь не продолжать? В сахаре было снотворное Хуже, дорогая В каждом кусочке была лошадинная доза слабительного Какое коварство Пока животные срали под себя, Дуриарти его подручно и схватили всех Ныне над животными проводятся жуткие эксперименты Спаслась только овечка, которая и нашахачила обо всём корове Что же задумал профессор? Не знаю, дорогая Наверняка какую-нибудь гадость Сюжет не иронично неплох Уже уделывает как минимум того ж Глуховского Уровни идут дальше А мы же всё больше узнаём про корову из её дневников Например, ей очень нравятся Пинк Флойд и Эмин Эм Да уж, а корова-то у нас личность с весьма неординарными вкусами На самом деле я даже рад, что игра не вышла сейчас А то по лору она бы слушала новый Кадиллак от башкирского ананаса Я даже представляю себе, какие шуточки были бы Дорогой дневник, сегодня я понюхала Бебру Я на митцела похож какого-то, да ей-богу Так, а игра поход становится сложнее Противники жирнеют и становятся разнообразнее Пипец, уже и пёсели на нас бросают Чего? Это чё? А, о, внутриигровые ачивки Сейчас я получил награду за комбуху То есть тут есть комбухи? Чего? Да, если побеждать несколько противников подряд без приземления на землю То можно копить комбухи, жесть Походу шутка про то, что это не DMC, стухло как Overwatch 2 Лечилкой, в игре есть возможность пополнить здоровье И самое классное это фрукты Вы только посмотрите, как балдёжно выглядят они И как приятно звучит их поглощение Ох, так недолго из протокса можно стать Яблоки, ёпту Игра шла и удивляла Уровни становились всё больше, я говорю не только про длину, но и про ширину Множество развилок, секреток и путей Выбивать уровни на сотку становится сложнее А иногда так и вовсе кажется бессмысленным Плюс, игра иногда подкидывает новые условия Убей противников, чтобы выйти с уровня Или же собери все ключи То есть игра не иронично усложняется И более не кажется такой уж казуальной Поразительно Едобаку всему этому игра наваливает саунды Дай боже, прям какие-то вайбы а-ля Кингс Баунти Вы так не считаете? Уровни идут И мы такие доходим до осла Джима И... Ребзя, приготовьте ваши уши Сейчас в них вольётся чистейший аудио-наркотик Здорово, осёл, ты живой? Корова За то, что ты меня спасла Я сочиню тебе песню Ага, я не против Корова 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 Ты просто супер 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 Профессор Дуриарти Хотел меня Клонировать Представляешь? Но я так брыкался Что у него ничего не вышло Я так брыкался Голос, как у ангелочка Со слов осла, другие братаны А именно козёл и свин Предали их дружбу И ныне помогают Дуриарти Корова этому не верит Ибо уверена, что братаны Не предали бы Это невозможно Уровни идут А игра всё больше Шмаляет нас новинками Кроты, которые метают нас камни И птицы, палящие в облаках А сами уровни Становится всё запутаннее То есть игра как бы Реально развивается и растёт А проходить становится сложнее Но и это не всё Ибо в игре развивается И сюжет По ходу игры мы находим Всё больше персонажей Того же Гуся Который поясняет нам Что Дуриарти С помощью дурганов Коровы, осла и свина Грабит банки и ювелирки А потом закидывает всю долину Краденными сокровищами Ибо этот Дуриарти Так делает тайники Гусь же предлагает Всё награбленное Не отдавать назад А спонсировать На собственные нужды Вот такой он Жадина-утятина Нет, Гусь Когда мы победим Мы отправим все эти деньги В фонд защиты Сельскохозяйственных животных Как вам будет угодно, мадам Я просто предложил вариант Знаю я таких Дай им волю Сольют все бабки Путаном с твича Я онлифанс Какой смысл Платить деньги онлифанничце Если можно заплатить Мне Ну я же лучше онлифанничце Так, ладно, ребят Чё-то жарковато становится Позволите я сейчас Быстрый пиджачок сниму А потом игра накидывает на нас Пауков Видимо, что барахнофобам Жизни медом не казалось И тут я мог бы пошутить Ого, сложная запутанная игра С кучей врагов Лором Пауками Это же прямо Дарк Соулс И вы такие А-а-а Пласть уплащения То, что игра слезная И всё не значит, что это Дарк Соулс А Очень даже значит Потому что в игре есть Боссфайты В одном из уровней Нас ожидает файт супротив Хряхрякча Эти бои Просто жесть Какие странные Ибо после того, как мы Наносим урон противнику Противник получает Окошко неуязвимости И это окошко длится Очень долго То есть просто прыгать На башке противника И выделывать комбухи Нельзя Ибо это Это что? Было бы слишком легко Слишком круто Что? И этот момент Меня очень выбесил Так как ныне Мы должны удалять Жирной корови срак И убегать И ждать пока снова Нельзя будет нанести урон И вроде думаешь Какой пососный боссфайт Надеюсь он кончится Как можно быстрее Но нет Ибо и тут Простите за каламбур Но свинья Жирная просто жесть И когда мы почти Добиваем хряка Он делится на два Я очень люблю Когда удовольствие Растягивается Но когда тебе Растягивают два хряка Это нифига не удовольствие А еще вы заметили Что в текстурах Находятся черепа И кости Господи Мы побеждаем Хрюшу И далее игра Нас снова награждает Лором Куручка рассказывает Что Дуриарти Скоро пустит Ее сына цыпленка Ники на бульон Ибо курина бульоном Профессор Дуриарти Лечит в себе Хронический Геморрой Геморрой Так вот я им и говорю Оставьте ребенка Возьмите меня Из меня получится Больше бульона Но профессор сказал Что я слишком стара Что нужны только Сладкие невинные цыплята Благо по этой игре Нет рул 34 Ибо Игра идет своим чередом И при этом Становится больше И сложнее Появляются разные Пауэрапы И новые противники В виде ежей На которых мы должны Прыгать сугубо С пауэрапами Лютого копыта И это класс Не считая боссфайтов Я пока что Игрой реально доволен Она грамотно растет И плавно размазывается Как масло по хлебу Ого Лягучка Шайса Мы добираемся до цыпленка И вновь начинаются Тарантиновские диалоги Меня охранял козел Знаешь как я им тут Командовал Ходил у меня Как шелковый Огорягу Сразу видно Будущий петух Цыпленок рассказывает Что на самом деле Братаны коровы Свит и козел Которые помогают Дуриарти Не настоящие А их клоуны У которых дед Убрал ген совести А потому Они такие сволочи Ничего себе Прям лор На уровне фнафа Когда я вырасту Я буду супер петухом А еще в Нике Корова написала Интересную мысль Ники хочет стать Супер петухом Надо будет Его Отговорить Благо игра Не проходит в США А то за такое Супер корову Отменили бы в твиттере Мы идем дальше Проходим через Новые испытания И доходим до Следующего босса Убер козла И этот Убер козел Будет посложнее Кабана Но не слишком Бегает Кидается Но зато Никакого метоза И на том Спасибо Босс файт Это все так же Сосут бибу А потому Мне кроме данного Файта Рассказывать тут Особо нечего Но зато Хорошая новость Это был второй Из трех боссов Следующий будет Дуриарти Но правда Будет это Не совсем скоро В любом случае Мы спасли кролика И тут жалуются Что дурной дедуля Хотел отправить Короля В космос Рофлоради И вообще Он планирует Землю уничтожить Но кроль не отчаивается И решает Угостить корову Ладно кролик Дай минуту передохнуть Я не сплю уже Двое суток Конечно корова Извини Могу угостить тебя Морковкой Моего последнего Розая Спасибо брат Давай съедим Твою морковку А уж потом в путь Ладно Это опять Я извращенец Что? Кролик Марк Накормил меня Морковкой так Что тяжело ходить Тяжело вдвойне Потому что Я не очень люблю Морковку Звучит так Как будто кролик Корову Изна... Стоп Белая ворона С недержанием яиц Очень концептуальный Противник Следующая часть игры Прошла как дурной сон Игра будто стала Расширяющимся Домом Фландерса Ибо порой уровни Казались Жесть какими Огромными И битвистыми Плюсом игра Постоянно подкидывает Новых противников В разные геймплейные Ситуации Над игрой реально постарались И это не то Что бы восхищает А скорее удивляет Я реально от игры Ничего подобного не ожидал А потом мы находим А ты здесь делаешь Рогатый сход Привет, Али Ты что, не узнаешь меня? Покройся ты В море грядет Мазарь, Николух Тварь? Эта игра точно для детей? Ты вредная Богомерзкая уродина Вообще, Али не всерьез Такое лишь притворяется Ибо он до последнего думал Что корова работает Вместе с Дуриарти Покройся же, тварь Ой, извини Знаешь Когда долго притворяешься Сумасшедшим А потом уже тяжело Становиться Мы приближаемся к финалу Уровни текут сладким ручейком И мы наконец-то находим свина Нормального свина, а не клона Узнаем от него, кстати Что корова решила стать героиней После того, как застряла на дереве А другие животные Закидали ее помидорами А еще что, Дуриарти Вырвал огромный тоннель под землей И хочет там жахнуть бомбу Термоядерная бомба? Возможно Хотя Я и не знаю, что такое термоядерная бомба А сам он, видимо Отправится На Самосир Хотя, учитывая, что я пережрал Этих немецких шоколадок Из первой колды Самосир ждет меня самого Последние уровни представляют Из себя уже откровенную дикость Ибо тут нас хотят убить Даже тучки А задания по поиску ключей Или убийству живности Требуют от нас искать их По огромным запутанным уровням Ну то есть, мягко говоря Последние уровни Не очень-то изи-пизи Лемон-сквизи А потом мы находим козла Ну че, сестренка Обнимемся, что ли? Давай, братец Обнимемся Козел Раздавишь? Эм Это не очень-то звучало Как обнимашки И тут еще приходят свины Ура Бобби Ты настоящий Да я тебя обниму Нежней, старик Раздавишь Эээ А потом коровы в дневнике пишут Что путь супергерой Это путь любви Ко всем живым тварям Эээ Черт, а корова-то Та еще проститутка И с ней до сих пор Нет Рулл 34 Представьте себе Я говорил, что уровни Ближфинальные дикие Но вот сейчас финальные уровни Уж не просто дикие А бешеные Мы путешествуем по тоннелям Под землей Охреневаем И даже выполняем Дикое задание категории Г Уничтожить 204 единицы Мусора на уровне Кого? На этих уровнях Даже дожаву грибы Какие-то шизоватые Мы добираемся До финального босса Дуриарти И он походу Самый легкий босс в игре Он летает за нами По траектории нашего движения Как-то муха из Айзека А потом я легко Бачу его И прыгаю на голову Вы только посмотрите На этого чмошника Мне даже его жалко И по сути Это бедный лысый дед С геморроем Который хотел всех Развести на бабки Но ему помешали Гуманоидные животные По такому принципу Дед легко побеждается А мы же типа ликуем Но не ликуем Так как это не последний уровень На последнем уровне Мы совершаем победный забег Лутаем кучу бабла Из сокровищниц Дуриарти Бьем недобитка в клетках Да здравствует Свободная ферма Да здравствует Суперкорова Булкареку Нам показывают Финальные катсцены Если это конечно Можно назвать катсценами Телец Билл Делает коровое предложение Все фоткаются на память И короче Жили они все долго и счастливо А корова даже умудрялась Между перепихами С быком Спасать мир Ля папан Впрочем Это уже совсем другая история Это была Суперкорова Мои дорогие друзья Честно говоря Игра гораздо лучше Чем я думал Я ожидал кривую Рафлоподелку А получил достойный проект Все таки Ностальгия по игре У людей Не напрасная И оно радует А еще максимально рад Что у игры Нет продолжения Ибо Данную корову Доить не стоит Кстати От данных разрабов Есть еще полно Других игр Включая некую Грибную эру Которую мне в свое время Прям толдычили на стримах Я запомнил Это что А потому Ну Ну с вас По классике Ребят По классике Там Тык 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 А на сегодня все Мои дорогие друзья И помните Лучше Чупа чупс Соснуть Чем соснуть Не чупа чупс Чупс Очень чем Неб Bett Я не чупс А Вот Вот А Дмитрий